Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». В землю веры и землю, в которой течет молоко и мед. Слава Богу! Аллилуйя! Иисус Господь! Везде, где Он Господь, говорю, Он происходит что-то хорошее. Отец, мы благодарим Тебя за эту передачу сегодня. Она благословенна, мы благословенны, потому что Ты – наше благословение. Ты благословенный. И мы так благодарны Тебе. И мы воздаем Тебе хвалу во имя Иисуса. Аминь. У нас будет хорошее время сегодня. И всю эту неделю. Билл Уинстон здесь с нами. Давайте поприветствуем этого мужа веры. Аллилуйя! Пусть Бог благословит. Билл, знаешь, я должен тебе сказать, есть люди веры. Апостолы веры. Я знаю это потому, что... Если меня немного заносит, или я немного отстаю, я достаю записи с проповедем Билла Уинстона. Я снова поднимаюсь. Слава Богу! И одна вещь, которой я научился – никогда не слушаю тебя или Крефла Доллара перед тем, как лечь спать. Это не сработает. Ты не сможешь заснуть. Нет, нет, нет. Если только вы не собираетесь спать. Если вы хотите бодрствовать всю ночь, конечно, вы можете. Но ты благословение для нас. Ты, Вероника. Твоя дружба. Твое братство во Христе просто бесценна для меня. Хвала Господу. Мы с братом Биллом говорили несколько минут назад. И я спросил, что Господь положил тебе на сердце? Он сразу же ответил мне. Я видел, что ему не пришлось останавливаться и задумываться об этом. И давайте откроем восьмую главу послания к римлянам. Билл, однажды ночью мне было очень тяжело. Это было много лет назад. Мы только начали служение. Один из наших детей был болен. И я верил Богу. И я сражался с этими вещами. Я просто сфокусировался на Слове Божьем. Знаешь, Писание говорит о том, что нам нужно противостоять дьяволу твердой верой. И мне нужно вернуться и прочитать это место. Давайте прочитаем это в первом послании Петра. О твердой вере. Не давайте ему никакого места. И я делал это. И у меня закончились слова. Я просто атаковал его. Всем, о чем мог только подумать. И затем я перешел к этой восьмой главе послания к римлянам. Я сказал, мистер дьявол, я не уверен, что ты можешь это прочитать. Наверное, из-за этого у тебя так много проблем. Но я собираюсь прочитать это тебе. И я просто начал читать все это. И говорю тебе, к тому времени, как я дошел до этой восьмой главы послания к римлянам, я уже не читал, а просто кричал ее. Слава Богу. А дьявол уже давно убежал. Это было так чудесно. И девятнадцатый стих, о котором мы будем говорить на этой неделе, «Откровение сынов Божьих». Откровение сынов Божьих. Это открыто. Тогда Джон был очень болен. А на следующее утро, после того, как закончилось утреннее служение, он прибежал ко мне и начал дергать меня за брюки. «Папа, папа». Я обернулся и спросил, «Что случилось?» «Посмотри на меня!» «Посмотри на меня!» Аминь. Это было на следующее утро после произошедшего. Слава Богу. Это потрясающая глава из послания к римлянам, верно? Знаешь, церковь, мы будем об этом говорить, но церковь посажена вместе с Ним намного выше. Намного выше. Не просто выше. Не просто выше, брат Коплунт. Не просто выше. Бог может работать через вас лишь настолько, насколько вы верите. И вы должны знать, что вы намного выше начальств и властей, и правителей, и нечистых духов, и всякой болезни. Намного выше, брат Коплунт. Слава Богу, Вин. Мы были в армии. Если вы рядовой, и входит генерал... Он намного выше. Да, он намного выше. Да, все расступаются. Я говорю, что если мы перейдем к такому пониманию, тогда враг будет отступать больше и больше, даже когда мы входим в комнату. Билл, в том, что ты сказал, есть настоящая истина. Она скрыта в этом. Когда генерал входит в помещение, вам не нужно уточнять, генерал он или нет. Это видно по всей его одежде, его звания. Генерала Петреуса показывали по телевизору однажды вечером. Он был там. И у него награды... Да. ...по всей груди. Просто весь в них. Я сказал, Глория, посмотри, этот человек. Видишь, 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 видишь это? Я сказал, он был там. И вам не нужно гадать, кто он такой, или какой властью он обладает. Билл, а у нас есть все оружие Божье. Наш ранг должен быть виден. Когда мы входим в помещение, мы намного выше. Брат Коппунт, говорю тебе, я слышал, как кто-то проповедовал об этом однажды, и он смотрел в греческом, и греческий оригинал говорит, «Намного, намного, намного». Я просто вижу, я смотрю, как Иисус вышел на тот берег, туда, где был Гадаринский бесноватый. И враг, у которого было много бесов, легион. И этот человек подбежал и бросился к ногам Иисуса, и дьявол закричал, «Не выгоняй нас из этой страны, это намного выше». Там был легион против одного человека. Брат Коппунт, болезнь должна подниматься и уходить. Да. Я имею в виду это... Билл, мы должны прийти к такому. Да. Вот для чего ты здесь, давай обратимся к этому. Вы готовы? Готовы? Да. Хвала Господу. А вы? Вы готовы? Я могу сказать, что некоторые из вас уже танцуют вокруг своего телевизора прямо сейчас. Слава Богу. Это очень хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, к римлянам 8 глава. С чего ты хочешь начать? С 14 стиха. Слава Богу. «Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Знаешь, Билл, я ухватился за это. Я проповедовал это в церкви, в которой ты являешься пастором. И я проповедовал это много раз с тех пор. Но я был там, за твоей кафедрой. Боже мой. Когда это поразило меня. Я не слышу, чтобы многие люди взывали именно так. Они делают это, если вы упоминаете об этом на служении. Но это не то место, где он говорил восклицать об этом. Да. Восклицая «Мой Бог, у меня есть Отец, у меня есть Папа, Папа, и Он большой, Он богатый, Он могущественный, и Он добрый, и Он любит меня». Это образ, который должен быть у церкви. Понимаешь? Верно. Мы приходим к тому, что нам нужно разрушить это старое мышление и утвердить новый образ. Мы должны отождествляться, отождествляться. Он не сказал, «Которым взываем, я об обществе». Нет. Или «Которым взываем, я пятидесятник». Да. Или «Которым взываем, я и слово веры». Нет. «Которым взываем, у меня есть Отец, Он любит меня, и Он богат, и Он велик». Да. Брат Копланд, это так. Вот почему необходимо остановиться на этом, потому что это полно силы. Павел ухватил кое-что. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же помазанного и его помазания». Не сказано «младшие наследники». Нет. Со-наследники. Со-наследники. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Другими словами, здесь не говорится, «О, ну просто...» Абсолютно. Нет, 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 нет. Здесь даже отношение не такое. Мы сражаемся в той же самой битве, которую Он выиграл. Мы сражаемся с теми же самыми весами. Мы стоим в том же всеоружии. Мы ходим с Ним. Мы сонаследники с Ним. Слава Богу. Утверждая власть, овладевая территорией. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, давление, испытания, искушения, ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает, искренне ожидает откровения сынов Божьих. Брат Копланд, он говорит в послании к Ефесянам, он говорит, что он молится о духе премудрости и откровения о Нем. О, да. И просветил очи нашего сердца, чтобы мы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. Это прямо в первой главе, верно? Это прямо в первой главе, в 18 стихе. Надежда, призвание Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну и Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой и церкви, которая и есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Понимаешь это? Подожди минутку, подожди. Которое есть тело Его, полнота. Он не полон без нас. Да. Мы делали ударение на этой стороне здесь, что мы не полны без Него. Да. Это верно. Да, 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 да. Но другая сторона также верна, Билл. Он сказал Павлу на дороге в Дамаск. Он спросил, «Почему ты гонишь меня?» Разве он это не сказал? Да, он сказал. Здесь говорится, что он не делал никакого различия между своей головой и своим телом, подразумевая, что это все части Его. И он сказал, «Почему ты гонишь меня?» Я говорю, что мы — часть Его, и мы должны получить это откровение. Что, минутку, минутку, минутку. Я знаю, что мы в физическом мире, но в Духе нет расстояния. Нет расстояния. Мы — часть Его, и это то, каков Он есть, как Он утвержден, каков Он, таковы и мы в этом мире. Мы — Его тело. Поймите, ноги — часть тела, и Он будет сидеть там, пока мы делаем Его врагов нашим подножьем. Да. Мы — ноги, и Он ждет, когда мы вырастим, потому что голова не может подойти к телу, если у тела только немного чего-то, а голова зрелая в этом, Он должен ждать, пока тело разовьется в полноте, чтобы для головы было место, куда преклонить голову. Его не должны делать это сами по себе, своими силами. Он послал Духа Святого, чтобы делать это. Он — наш наставник. Он тот, кто переводит нас с одного уровня роста на другое. Твоя проповедь обрадовала меня, Билл Уинстер. Это то, что Он имел в виду. Боже мой. Он сказал, Сыну Человеческому негде преклонить свою голову. Он сказал, «Есть вещи, которые я хочу сказать вам, но я не могу загрузить их в вас сейчас. Вы не можете принять их». Почему? Потому что они не выросли. В пустыне они были по-прежнему плотскими. Они спорили, они ссорились, и некоторые из них все еще отожисляли себя с Египтом. Да. Хотели вернуться туда. Хотели вернуться. И вот, что я вам говорю. Он говорит здесь, что все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, глядя на это слово в греческом, оно говорит о зрелом потомке. Это то, как вы будете овладевать землей. У нас должна быть зрелость. Другими словами, плотской верующий рожден свыше, но он по-прежнему вводим плотью. А если вы вводимы плотью, как же вы будете ходить верой? Поэтому теперь нам нужно вырасти в полноте Его, чтобы мы могли указывать дьяволу, что ему делать. Совершенно верно. Это часть этого. Это правда, что у нас есть некоторая власть, как у младенцев христиан. Мы можем славить Бога и сделать безмолвным мстителя, но я хочу помочь навести порядок на этой земле, перевести в порядок некоторые ресурсы этой земли. Эти вещи в неправильных руках. Я хочу забрать их оттуда. Билл, так часто. Духовные вещи сравниваются с тем, как был сотворен этот естественный мир. И вот, например, отец. Добрый человек, сильный человек, богатый человек. У него есть сила и власть. И он хочет, чтобы у его детей все было хорошо. Ведь он не собирается передавать бизнес глупому человеку. Да. Брат Коплан, да. Позволь мне подтвердить, что сказано это было верно. Это в 4 главе послания к Галатам. Верно, правда? Это верно. В 4 главе послания к Галатам он говорит следующее. Еще скажу. Это первый стих. Наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба или слуги, хотя и господин всего. Как вы собираетесь передать это кому-то, кто все еще ведет себя по-детски? Хорошо, подождите минутку. Помнишь, в первом послании к Оренфинам он сказал, «Когда я был младенцем, то помладенческий мыслил». Верно. Как думает младенец? Эгоистично. Именно так. Эгоистично. Совершенно верно. Когда она станет совершенная, совершенная любовь изгоняет страх. Когда любовь Божья начинает укореняться в вашей жизни, вы перестаете думать по-младенчески. Боже мой. А если вы перестаете думать по-младенчески, ваш отец призовет вас. Разве не это случилось с блудным сыном? Именно так. А тот, который был в поле, по-прежнему думал как младенец. Эгоистично. Он все еще эгоистичный, обвиняющий, критикующий других. Ну, знаете, он пошел и проиграл все свои деньги. Ты знал, что кроме него никто не упоминал о блудницах. Это так, правда. Да, в Писании просто сказано, что он растратил свое имущество. На глупости. Но не говорилось. Верно. Старший был единственный, кто упомянул блудниц. У него на уме были блудницы. В то время, как он работал в поле, и поэтому он обвинил его в том, к чему сам испытывал похоть. То, что он не сделал это, еще ничего не значит. Боже мой. Но это было в его сердце. И в его разуме. В его разуме. Боже мой. Но, брат Коплун, мы часть Иисуса. И мы говорим о том, чтобы возрастать в его полноте. Понимаешь? Билл, нам нужно это делать. Нам нужно это делать. Если когда и было время... Мой Господь. Когда времена требовали это. Да. Да. Кто-то выступал по телевизионю и сказал, скажу вам, что эта администрация загнала нас в такие долги, что никто не сможет их выплатить. И я согласился с ним, и я сказал, это, наверное, правда. И потом, пару дней спустя, я молился. Я сидел и поклонялся Господу, и молился. И слово от Господа пришло ко мне. Он сказал, никогда больше не говори это. Мой Господь. Я спросил, не говори, что? Он сказал, никогда больше не говори, что долгов так много, что никто не сможет это выплатить. Бог сказал, я могу выплатить это. Триллионы ничего не значат для меня. Слава Богу. И я сидел там, и у меня на руках волосы встали дыбом. Я имею в виду... Он исправлял меня. Я сказал, о, Бог, прости меня, пожалуйста. Он сказал, если ты будешь верить мне об этом, я дам тебе деньги, чтобы выплатить это. Но он сказал, кто выплачивает долги, тот управляет страной. Мой Господь. Я знаю, что это правильно, брат Копланд. Да. Понимаешь, вы просите меня верить Богу о деньгах, чтобы выплатить долг правительства? Это просто было мелким мышлением с моей стороны. Приткнуться об этом. Если бы я верил об этом, если бы церковь верила об этом 40 лет назад, мы все еще были бы в хорошей форме. Но это не так. Мы все запутались в религии и поступали как младенцы и глупцы. И дьявол управлял всем. Да. А мы должны были быть благотворительной империи. Должны были. Должны были. Да. У нас должны были быть триллионы в церкви. Легко. Легко. Если они могут влезть в долги на триллионы... Боже мой. Тогда это значит, что у Бога есть триллионы. Какую бы яму человек не выкопал, у Бога достаточно, чтобы засыпать ее. Правда. Это правда. Кто это сказал? Альберт Эйнштейн сказал... Я скажу это своими словами. Он сказал, что задачи первого уровня не могут быть решены при помощи решения первого уровня. Он сказал, что вам придется подняться на более высокий уровень. Задача первого уровня должна требовать решения второго уровня. И это церковь. Мудрость Божья в последние дни должна течь через церковь последнего времени. Билл, нет ничего. Любая проблема, любая тьма, любая смерть, что бы человек или дьявол не натворили, Бог всегда больше этого. Бог всегда больше. Совершенно верно. Совершенно верно. Это значит, что нет ничего, что было бы больше церкви. Потому что мы с Богом. Брат Копун. Мы только что прочитали эту Божественную связь из трех разных мест писания. Мы с Ним. Мы с Ним. Мы с Ним. Я видел, что были две вещи, которые были у Иисуса, которые доминировали в Его служении. Оглядываясь на 53 стих 13 главы Евангелия от Матфея, речь о Нем, об Иисусе, о Его земном служении, 53 стих говорит, «И когда окончил Иисус притча сей, пошел оттуда, и придя в Отечество свое, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у Него такая премудрость и силы». Брат Копун. Это помазание мудрости и помазание могущества, которое доминировало в Его служении. И Он был помазан. Это то, о чем взывает каждый человек. Он мог исправить все. Такова сила этого. Разве это не здорово? И это доминировало в Его служении. Не было проблем, которые Он не мог решить. Фактически казалось так, словно Бог ввел его в невозможные ситуации, и Он сказал, «Накормите их». Они сказали, «Погоди минутку, у нас совсем немного хлеба, и мы не можем накормить их». Он сказал, «Две рыбки и пять хлебов? Этого достаточно». Видите? Каждый раз это было невозможно. Но Он сказал, «Вы сделайте это». Он сказал, «Вы сделайте это». Билл Уинстон, он все еще говорит, «Вы сделайте это». Верно? Это то, что Он по-прежнему говорит. Мы благотворительная империя. Я хочу напомнить вам прямо сейчас. что Иисус не сказал, «Ребята, я пойду по всему миру, я буду проповедовать Евангелие всему творению, и я хочу, чтобы вы пошли со мной». Если бы Он так сказал, мы бы ответили, «Да, да, 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 да». Но Он так не сказал. Он сказал, «Вы идите, и я пойду с вами». «Боже мой». Да, брат Клоплант. Он сказал, «Это верно?» «Да». «Вы идите проповедовать Евангелие, вы возлагаете руки на больных, и они будут выздоравливать. Вы изгоняете бесов». «Боже мой». «И я пойду с вами». Это то, к чему мы идем всю эту неделю. «Это то, чему мы идем». «Вы не захотите пропустить ни одной секунды из этого, потому что это то, где мы находимся». Отец, так хорошо знать Тебя и ходить в вере, ходить с Тобой. Слава Богу! Мы открываем наше сердце, наш разум сегодня на этой передаче по всему миру, чтобы принимать откровения с небес. У небес есть ответы, и мы знаем это. И мы благодарим Тебя за это. И мы принимаем эти ответы сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем Билла Уинстона на этой передаче. Слава Богу! Брат Билл, давай прочитаем этот стих из Писания, потому что это настолько важная информация, к которой мы будем обращаться здесь до конца этой недели и всю следующую неделю. Хвала Господу! Да. Это 19 стих, 8 главы послания к римлянам. Мы должны понимать кое-что о послании к римлянам. Я имею в виду 8 главу послания к римлянам. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, если вы принимаете Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя, в тот момент, когда вы сделали это, вы освобождены от закона, который управляет грехом и смертью. И вся остальная глава объясняет это. Да. Это строит и строит и строит. Ибо творение с надеждой ожидает. Это значение слова надежда. Это усиленное ожидание. Вера является осуществлением того, чего мы усиленно ожидаем. Да. Надежда, усиленное ожидание творения, всего, что Бог сотворил, ожидает откровения сынов Божьих, тех, кто рожден от Бога, рожден от любви Божьей, рожден от света, тех, кто был избавлен от закона греха и смерти. Речь идет не о том, когда человек рожден свыше. Он уже имеет все это. Но он не развит. Билл, дети рождаются. Да. У них есть все те же самые кости, те же самые мышцы. У них пока немного зубов, но они там есть. Они еще не проявились. Да. Но есть много различий в этом маленьком ребенке, которое у вас на руках. Боже мой. В чем разница? Возрастание. Да. Зрелость. Да. И это то, что происходило в теле Христовом. Вы не можете расти на религии. Послушайте. Он прочитал мне это. Вот что здесь говорится. Я сказал, качество входящего внутри вас определяет силу вашей отдачи. Качество входящего, то слово, которое вы получаете, будет отражаться на вашей способности подчинять эту землю и овладевать ею. Невозможно ожидать более высокого качества, Это верно. Чем качество того, чем вы питаетесь. Верно. То, что является моим источником и открывает результат. Это основная истина. Каково семя, такой и урожай. Потому что он сказал, что вы узнаете корни по плодам. Да, да, да. Но сейчас мы говорим о качестве. Да, да. И церковь сегодня, как ты сказал, внутри было много религии. И в результате мы не видели отдачи. Почему олимпийский атлет не может сидеть на диете из конфет и печенья? Но это... Он не может превзойти качество. Нет. Не может. Того. Отдачи не будет. Что входит в это. Этого не будет, брат Коппу. Этого там нет. Невозможно. И он сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Всяким. Нет, подождите минуту. Да. Не просто всяким словом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да. Да. Теперь мы понимаем. И вам не нужно быть диетологом или специалистом по питанию. Вам не нужно быть доктором. Вам даже не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что это было создано, чтобы быть пищей. Пищей. Боже мой. Если человек вмешивается в это и генетически модифицирует это, если он изменяет это, а он не Бог, он не может создать лучшую пищу, потому что Бог создал пищу, чтобы она подходила телу. И первое, что приходит мне в голову, когда они говорят о генетическом изменении пищи, зачем? Чтобы в итоге больше зарабатывать на этом денег. Я тут же думаю, а я не хочу это есть. Это верно. И что же такое религия? Иисус сказал, ваша религия с заповедями человеческими. Да. Вы устранили Слово Божье. Вы упразднили Слово Божье. Религия упраздняет его. Религия — это генетически измененное человеком Библии. Вот что это такое, да? Верно? Это не произойдет никакой веры. Это не произойдет никакой силы в моем духе. Ничего. Я не могу расти на этом. Нет. Библия говорит, что вы возрастаете от чистого молока Слова Божьего. Это 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Поэтому, если они не растут, они не получают никакого молока. Они получают 2%. Знаешь, как мой дедушка называл это? Они делали масло, и они взбивали сливки, и они брали это молоко и снимали весь жир. Да. Да. Оно было настолько обезжиренное, оно выглядело синеватым. Мой дедушка говорил, «Не приноси мне это синее питье. Принеси мне настоящее молоко». Он злился и говорил, «Это бычье молоко, а я хочу коровьего молока». Если посмотреть на это, братков пункт... Вот что такое религия, Билл. Да, конечно. Вы приходите, прыгаете, восклицаете. Мы говорили вчера, «Ты читал это местописание, которым взываем Ава-Оче». Да. Не сказано, «Которым взываем Я-Баптист», «Которым взываем Я-Методист», «Которым взываем» «Еще что-то», «Но которым мы взываем «У меня есть Отец», «Бог, который любит меня». Они взяли это слово и убрали из него всё и добавили синего молока. И теперь люди не могут расти на этом, потому что они принесли это динаминационные искажения. Независимо от того, какая динаминация. Нет никакой разницы. Никакой. Я вижу. Это чистое слово, которое должно быть здесь у нас. Посмотрите третью главу Первого Послания Коринфянам. Это интересно. Третья глава Первого Послания к Коринфянам. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твёрдой пищей, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? В расширенном переводе Библии сказано, «Поступаете, как обычные люди». Мы, церковь, никогда не должны были поступать, как обычные люди. Обычные люди — это те, кто не были рождены свыше. Они просто ходят, делая лучшее из того, на что способны. Пытаясь понять это и так далее. Мы никогда не должны были так поступать. Нет, нет. Мы никогда не должны были так поступать. Я говорил кому-то однажды, я проповедовал на тему, «Не нужно больше потеть». Я сказал, «Вы знаете, что Дух Божий должен быть настолько активен внутри нас, так что когда проблема пришла, Иисус знал, что Он будет делать». В Царстве Божьем нет места угадыванию. Билл, это было не потому, что Он был Сыном Божиим. Это было потому, что Он был Вадим Духом Святым. Понимаешь? И мы тоже должны быть. Точно. Посмотрим, сработает ли это. Минутку. Ты помнишь Джорджа Вашингтона Карвера? Да. Это то, что он сказал. Это один из моих героев. Боже мой. Он назвал это «Божья маленькая мастерская». Он шел туда с ручкой и карандашом, и Библия. Шел туда и говорил, что Бог приоткрывал завесу и показывал ему, как разложить арахис на составные части и собрать назад около 300 продуктов из арахиса. О, да. От детских карандашей до крема для лица из арахиса. И он сказал, что там было еще больше, и что ему никогда не нужно было потеть, чтобы получить ответа, потому что этот пот пришел с проклятием. Вы знаете, что делать. И это убирает эксперименты в кавычках. Я не говорю, что в этом есть что-то неправильное, но я говорю, что когда вы экспериментируете, теперь вы знаете, что делать. Это зависит от того, на чем вы основываетесь, когда вы начинаете. Когда вы начинаете, хорошо. Если вы начинаете со Слова Божьего, вы избавитесь от многих напрасных усилий. От многих напрасных усилий. Знаешь, мы испытываем что-то на животных. Проверяем это и делаем то и так далее. И это нормально. И мы пытаемся получить ответы. Но говорю вам, пришло время для откровения сынов Божьих. Да. Мы знаем, что делать. Альберт Эйнштейн так раздражал остальных ученых, что они хотели выгнать его из своих кругов, потому что они спросили его, откуда он получил все это. А он сказал, я просто попытался посмотреть на вещи с Божьей точки зрения, с его места, подняться туда, где он находится, и посмотреть на это сверху. И затем спросил его, я просто спросил, как ты это сделал? Как же разозлились те ученые? Они были в ярости от дерзости человека, который говорил, что Бог показал ему, как он создал Вселенную. Но выходит, что он был прав, верно? Он был прав. И когда Джорджа Вашингтона Карвера позвали Вашингтон, чтобы он свидетельствовал перед бюджетным комитетом Сената США о своих научных открытиях, они дали ему пять минут на его речь. Он поднялся и говорил пять минут. И председатель поднялся, это задокументировано, у меня есть это. Он встал и сказал, брат, говори столько, сколько захочешь. Это просто поразило их. И затем они спросили, как ты получил это? Он сказал, я получил это из маленькой книги. Из какой книги? Из Библии. Но в Библии ничего не сказано об Арахисе. Нет. Но Библия говорит вам о Боге Арахиса. О, слава Богу! Он обратился к источнику. Он обратился к источнику. Да, он обратился. И когда мы имеем дело с чем-то, мы можем обратиться к главному источнику. У него не было денег. У него не было лаборатории. Когда его привезли в город Тоскиги, чтобы он возглавил научный отдел, это была просто комната. И он... У него был простой инвентарь. Он пошел и прошел по аллеям Тоскиги. Да. Чтобы собрать достаточно бутылок разных цветов. И банок, и всего. И он сделал из них лабораторию. Это сильно, верно? Это самое сильное из того, что я вообще слышал. Он сказал... Аллилуйя. Подождите минутку. Я бы хотел поделиться с вами, но вы все еще плотские, и не можете принять эти вещи. Я говорю, что мы переходим от естественного человека, то есть неспасенного человека, на которого в основном оказывают влияние демонические силы. И потом вы переходите к плотскому человеку, который рожден свыше. Но у такого человека недостаточно понимания о том, как оставить плоть и позволить Духу руководить. И затем вы переходите к духовному человеку, который поднялся над плотью. Теперь вы можете скачивать информацию. Теперь вы можете получать откровение. Я получил это прямо там. И Иисус везде, где Он шел, просто получал откровение. Что бы это ни было. В правильном порядке. Это потрясает, когда вы слушаете людей. Правильный порядок — это Дух, Душа и Тело. И Тело. А вы услышите Разум, Тело и Дух. Или вы услышите Душа и Тело. Или вы услышите Тело, Разум и Дух. Но удивительно, как редко вы слышите это в таком порядке. Дух, Душа и Тело. Вы ставите Духовного Человека на первое место по влиянию, ставя Слово Божие на первое место. Да. Качество, входящего внутрь. Да. Мы должны перейти к некоторым вещам, брат Копланд. Потому что события грядут на земле. Есть последствия сеяния плохих семян, которые приходят сейчас. Билл, прочитай это из 24 главы книги Притч. Ты служил этим мне. Давай откроем это. Притча 24 глава. Я так нуждался в этом. И позвольте мне рассказать вам о том, что стоит за этим. Я пережил совсем недавно, хотя в действительности это происходило в течение лет в моей жизни. Когда вдруг внезапно вся сила просто вытекала из моего тела, я почти падал на пол, я поднимался и противостоял этому. и послушайте то, что ты прочитал мне. Прочитай эти стихи Писания. Прочитай их. В пятом стихе сказано, «Человек мудрый, силён, и человек разумный укрепляет силу свою». Это знание увеличит вашу силу. И в десятом стихе сказано, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Ваша сила бедна. Почему вы не проводите время в познании Бога? Именно. Слово Божье источник. Это её источник. Не будучи сильными в вашем духе, вы недалеко уйдёте в вашем теле. Боже мой, это ключ. Это ключ. Ты и я. Мы живём в нашем духе, рождённом свыше духе, больше, чем в нашем теле из-за того, что мы делаем. И когда мы изливаем под помазанием, когда мы изливаем из нашего духовного человека, мы вкладываем Слово Божье внутрь. И мы изливаем это. Это вытягивает нашу собственную веру. Мы изливаем, когда мы служим людям. Если не вкладывать снова внутрь, я был виноват. Это обуслышает вас. Если вы не вкладываете это Слово внутрь... Совершенно верно, брат Гопланд. Тогда у вас нет ничего, за счёт чего жить. И совсем недавно я просто боролся с этим. Борьба прекратилась сегодня. Потому что раньше ты послужил этим мне. Ты прочитал мне это местописание и послужил мне. Я принимаю это. Отец, я принимаю то, чем этот муж Божий служил мне. Твоё Слово истина. И я ставлю его на первое место в моей жизни. Я благодарю тебя за это. И я вижу теперь, какова моя часть в этом. И я посвящаю себя этому во имя Иисуса, чтобы быть более усердным и верным Твоему Слову. Не только Слову, которое необходимо, чтобы проповедовать другим, но также и Слову, которое нужно мне, чтобы питать мой дух и созидать моё собственное исцеление, мою собственную жизнь, мою собственную силу, мою собственную умственную осведомлённость о том, что жизнь выходит из моего Духа. Во имя Иисуса я посвящаю себя Тебе в этом и принимаю этого имя Иисуса. Аминь. Могу я сказать слово? Да, конечно. Я чувствую, что я должен сказать слово. Я слышу то же самое для кого-то, кто смотрит передачу прямо сейчас. Ваша борьба после этой передачи сегодня закончена. Слава Богу. Она закончена. Билл, мы не должны сражаться с этим. Нет. Нет. Это во имя Иисуса. Мы больше, чем победители. Мы больше, чем победители, брат Копка. Иисус сражался за нас, верно? Мы не бросаем и туда, и сюда. О, да. Я имею в виду, мы вышли из этого. Билл, люди удивляются. Они думают, что знают. Почему мы предлагаем книги и информационный бюллетень и другие материалы. Несем слово Божие таким образом. Почему мы на телевидении. Они думают, что это из-за того, что мы пытаемся получить деньги. Но это никак с этим не связано. Помазанное служение это источник такой силы и благоволения и того, что возрастает внутри. И вы следуете за этими словами. И вы читаете Слово Божье. И вы слышите его в проповеди. И вы читаете, и проповедуете, и говорите. И оно созидает и созидает. Вот как вы растете, верно? Да. Это духовный человек. Полнота, наполняющего все во всем. Это то, что делал мистер Карвер. Да. Боже мой. Он видел больше глазами веры, чем естественными глазами. Мы можем взглянуть на кое-что, связанное с этим, брат Коппом. Да. Это в 13 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 13 глава. В 13 главе мы видим, как Иисус учит. Но посмотрите, что Он говорит в 31 стихе. Иную притчу предложил Он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которые человек взял и посеял на поле своём, которые, хотя меньше всех семян, но когда вырастают, бывают больше всех злаков и становятся деревом. Так что прилетают птицы. Прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях Его». Что Он говорит здесь? Он говорит, что человек взял семя и посеял его в поле. Поэтому мы, как церковь, церковь — это не здание, это люди. Мы должны быть посеяны в мире. На поле. На поле. И когда мы посеяны на этом поле, мы растём. И становимся самым сильным влиянием на поле. Они привезли доктора Джорджа Вашингтона Карвера в Вашингтон, чёрного человека из Алабамы, которому Бог показал, как разложить арахис и собрать его снова. Когда они привезли его, он впервые попал туда, они ему сказали, «Ты ничего не сможешь здесь сделать. Старая земля не годится». Да. Всё те же самые старые слова. Он просто пошёл и стал смотреть. Там не было ничего, кроме старой, красноватой, старой, грязной земли. Никто ничего с ней не делал. Но он сделал краску из этой красной земли. Да. И он сделал всевозможные вещи из этой красной земли. Боже мой. И он начал красить амбары краской из этой красной земли. И весь район просто процветал на том, что они считали никчемным. Отходами. Они думали, что это были отходы, но в Боге нет отходов. О, нет. Нет отходов. Он даже берёт плод, который падает на землю и который никто не собирает, и он создаёт плесень на него, чтобы плесень могла произвести что-то, что вернётся в почву и укрепит корни. И начнёт заново. И начнёт заново. Да. Наше время подошло к концу. Боже мой. Слава Богу. Позволь мне объяснить кое-что. Слава Богу. То, что произошло вчера. Я не планировал вставлять что-то в передачу. Это просто произошло. Это то, с чем я сражался и над чем работал. И это было серьёзным делом. Это просто било меня по голове. И ты сказал кое-что, и это привело меня к месту Писания. И Господь просто принёс мне свободу от этого. Прямо во время вчерашней передачи. Это очень сильно внутри меня прямо сейчас. То, что ты сказал, что качество входящего внутрь. Качество входящего внутрь определяет Да. Определяет силу Отдачи. Отдачи. Да. Сила отдачи может быть измерена качеством входящего внутрь. Вы не получите на выходе больше, чем то, что вы вкладываете внутрь, верно? Никоим образом. Никак. И враг знает это. Вы можете пойти, копать, и пропалывать, но если нет семени, нет урожая. Это не произойдёт. И я верю, что ты переходишь к закону сеяния и жатвы. И мы говорим о том факте, что слово, которое мы получаем, отражается на нашей способности на самом деле подчинять и овладевать землёй. Враг ходит вокруг, а наша работа — подчинять это. Билл, то, что так сильно впечатлило меня недавно в моей личной жизни, я наблюдаю за определёнными событиями по телевизору, и, кстати, недавно был развод. Я развёлся с новостными СМИ по причине неустранимых разногласий. Я не могу питаться этим и получать более хороший результат. Ты действительно не можешь, брат Кокланд. И это раздражало меня и злило меня. И я наконец сказал, я просто обрежу это. Да. Это очень сильно. Да. Очень сильно. И каждый раз, когда я иду молиться об этом, Господь напоминает мне, перестань пытаться винить этих людей в чём-то. Я считаю церковь ответственной. Абсолютно верно. Да. Если у вас плохое правительство, это не вина правительства, это вина церкви. Мы просто сидим и позволяем этому произойти. Да. Мы сидим и не молимся. Мы сидим и не голосуем. Мы сидим и не слушаем Бога. Идём голосовать за что-то другое. Если вы голосуете за деньги, вы проиграете в 100% случаев. Потому что обычный человек не знает, что делать с деньгами. Я думаю, боже мой. Бог, ты считаешь нас ответственными за всё. Да. Почему? Вы моя сила на этой земле. Мы являемся ей. Мы являемся. Нам придётся отвечать за эти вещи. Так что лучше пусть это будет время для нас, чтобы вырасти и сделать с этим что-то. Аминь. Но брат Копунт, это то, что он сказал в 81-м псалме. Он задал вопрос. Давайте быстро посмотрим на это. 81-й псалм. Мы возвращаемся к этому. Мы были в 24-й главе притч. Но в 81-м псалме он говорит что-то. Он задаёт вопрос. И я начну с 1-го стиха. Бог стал сонми богов. Среди богов произнёс суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетённому и нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют. Во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы — боги и сыны Всевышнего, все вы. Другими словами, подождите минутку. Как долго вы будете позволять этому продолжаться? Это то, что он спрашивает. Именно об этом здесь сказано. Как долго вы будете позволять этому продолжаться? И теперь я вижу, откуда апостол Павел. Апостол Павел. Да, конечно. Апостол Павел — человек псалмов. И я могу видеть, откуда он получил это. Именно так. Что всё творение сбилось с пути. Оно стянает. Оно ожидает. И ищет откровения сынов Божьих. О, Билл Уинстон. Вы — боги. И сыны Всевышнего, все вы. Боже мой. Вот о чём ты говоришь. Вот о чём ты говоришь. Но вы умрёте, как человеки. Да, точно. И падёте, как всякие из книги. Он сказал, подождите минутку. Проблема мира в церкви. Конечно. Да. Это не политические партии. И проблема церкви в том, что они не выросли. А проблема роста в диете. Нет других обходных путей. Этого нельзя избежать. Вот что это такое. Нравится нам это или нет? Нравится ли это брату такому-то или нет? Нравится ли это доктору такому-то или нет? Нравится ли это кому бы то ни было или нет? Боже мой. Всё сводится к проповедникам. Вы приходите к кафедре. Это лидеры. Вот к чему это приходит. Да. Проповедникам. Да, это так. Вы проповедовали это? Подумайте об этом. Вот они вышли из Египта. У них была определённая диета. Затем он привёл их в пустыню. У них была определённая диета. Затем он привёл их в Ханаан. Тогда у них была определённая диета. Каждый раз, когда он менял это положение, место, где они должны были обитать, ему нужно было изменить то, какую пищу они ели. Входящее внутрь влияло на то, что они могли починить на этой земле. Так что им нужно было менять диету. Им нужно было переходить от того, где они были, к молоку, к мясу, и потом к твёрдой пище, и затем победить дьявола. Просто смотрите. Входите в комнату и смотрите, как он прячется. Говорю вам, то же самое сейчас и в церкви. Они вернулись с разведки земли и сказали, «Мы не можем завоевать её». Другие сказали, «Давайте пойдём сразу, мы способны». Это две различные проповеди. Ты понимаешь, что я говорю? Да. Одна была построена на религии, а в другой была истина Слова Божьего. Она была основана на Божьем Слове. И они выбрали принять это. Они сказали, «Давайте вернёмся в Египет». Они к нам относились лучше. Фараон давал нам сыр, поэтому мы возвращаемся туда. О, да. Слава Богу. Дайте нам правительственного сыра. Я говорю, что нам здесь нужно проделать определённую работу. Я помню, когда они объявили об инициативе, основанной на вере, и проповедники просто восклицали и говорили, «Мы получим помощь правительства». Вы не можете получить правительственные деньги, не получив вместе с ними правительство. И вмешательство правительства в Слово Божье не сработает. Это попытка разрушить Слово Божье на генетическом уровне. Это то, что происходило там в то время. Брат Коплан, вот что это было. Это была еда за столом из Авели. Вот о чём я говорю. Вот что происходило. Нам нужно выровнять этот старый корабль, потому что он накренился на борт. Нам нужно выровнять корабль Сиона, чтобы мы могли подняться на него и получить наши сокровища. Это наше время. Но нам нужно вернуться к Слову Божьему и строить на правильном основании истине Слова Божьего. Нравится нам это или нет. Билл, что бы ты сказал людям, которые смотрят и слушают нас сегодня, которые сидят и говорят, «Я согласен с вами, ребята. Ну а что мне делать? Что мне делать сейчас? Каков мой первый шаг? Как мне возжила чистого словесного молока, от которого я мог бы возрастать? Как мне перейти от молока к мясу? Как мне перейти к твёрдой пище? Что всё это вообще значит? И нам с Глорией понадобились годы на то, что должно было занять несколько дней. Боже мой! Посмотри на это, брат Коплант. Да. Да. Обратись к этому на несколько минут и разберись с этим, потому что ты постоянно имеешь с этим дело как пастор, и ты имеешь дело с этим больше, чем я. Первое, что мы должны пробудить внутри себя, это желание. Желание. Ваше желание должно быть в этом. И иногда, когда люди просто… Да, возлюбите чистое словесное молоко. Желание должно быть. И иногда то, что вы можете делать, даже если вы не можете делать это сами, молитесь Богу, скажите, «Бог, вложи это желание, помоги мне получить мое желание». Это соответствует Писанию, Билл. Он даст вам желание вашего сердца. Он даст вам желание вашего сердца. Люди думают, «Он даст мне то, что желает мое сердце». Желание. Это часть. Но Он даст вам желание вашего сердца, и затем даст вам то, чего ваше сердце желает. И желание — это не просто обычное «Помоги мне, я думаю, что приму, или оставлю, как бы там ни было». Желание — это сильное стремление. Я должен иметь эту истину. Потому что идёт битва за то, чтобы добраться до этого. Враг пытается подбросить разные вещи и сбить людей с пути и так далее. Но я говорю тебе, брат Копланд, он будет лгать вам. Но если ваше желание правильное, Бог позаботится о том, чтобы вы получили это. Он позаботится. Я наблюдал за Ним. И Он ввёл меня из одного места в другое. Всё, что для этого требовалось, чтобы исполнить то желание, которое было в моём сердце к истине. И Он ввёл меня к ним. Я думаю, что многое из этого — решение человека. Его собственная воля. Знаешь, есть разница между обычным верующим и учеником. Есть верующие люди. Да. Они спаслись. И многие из них были крещены Духом Святым. Да. О, я верю в это. О, да, брат Копланд, я верю в дары Духа. И так далее. Но это ничуть не изменило их образ жизни. Совершенно верно. И твой, и мой образ жизни таков, что Иисус — это всё в моей жизни. Изменение. Я не хочу ничего другого. И моя жизнь в том, чтобы жить тем, что Он хочет, чего Он желает. И я хочу быть таким, как Он. Не просто ходить в церковь пару раз в неделю и просто пойти на небеса после того, как я умру. Это не то, чего я желаю. Это как страховка на случай пожара. Некоторое время я был не глубже этого уровня. Я понимаю. Но что-то должно было произойти, когда я начал ставить Слово Божье на первое место в моей жизни. И тогда оно сделало из меня мужчину. И это желание — просто раздувать огонь желания. Я скажу вам, когда вы это делаете, ничто не может остановить вас. Бог позаботится о том, чтобы вы получили истину этого. И вы начнёте вырастать просто за ночь. Потому что вы говорите, «Я ставлю его на первое место в моей жизни. Я был рядом с этой горой достаточно долго. Хватит. Больше этого нет. Дай мне то, что мне нужно делать». Слава Богу! У меня был друг, который сидел в тюрьме, и в один день до него дошло. Он сказал, «Я устал от этого. Я устал оглядываться. Я устал бояться, что кто-то убьёт меня. Я устал жить в тюремной камере. Боже мой! Я хочу выйти отсюда». И это было первое, о чём он начал просить Бога. «Бог, я устал от этого. Помоги мне». И вот туда пришёл человек. Бог послал кого-то туда. Да, он пошлёт. И он начал проповедовать. Первая проповедь, которую он услышал. «Да, это я. Это то, чего я хочу». Он поднялся и принял спасение. Но было что-то, что задело его. «Я устал от этого». Да. «Устали ли вы? Устали ли вы от свиного гриппа? Я устал от мусора, который приходит к моей семье. Я устал от того, что кто-то говорит мне, во что верить и что есть. И что не есть. Да. И когда болеть, и... Бла-бла-бла-бла-бла-бла». Но это блудный сын. Он сказал, «Подождите минутку. Быть слугой в доме отца лучше, чем это». Лучше, чем это. «Я поднимаюсь отсюда». Он сделал это. «И я иду домой». Что-то должно проснуться внутри мужчины или женщины. Вы должны разбудить это. Это должно проснуться внутри них. И когда это происходит, брат, вы не сможете остановить их тягачом. Они на пути к славе. Когда я вижу этих людей, приходящих к алтарю, чтобы принять спасение, вот брат, которого я знаю, и он, наверное, принимал наркотики или ещё один, и так далее. Но они приходят туда истощённые, и я вижу их. Иногда Бог говорит мне отложить микрофон, и я говорю, «Брат, почему ты пришёл принять спасение?» «Я устал жить так, как я живу». «Я устал от этого». Брат Коплан, и это то, что отличается в этом человеке. И когда он устаёт, начнёт загораться огонь желания, и теперь Бог действует в нём, говоря, «Чего ты хочешь?» «Я хочу истины». И они приходят и спасаются десятками. Растёт и становится. Верно. Это сильно? Это сильно. Разве нет? Да, Вилла. Давай вернёмся к этому стиху, в 13 главе Евангелия от Матфея. Мы с тобой говорили об этом. Мы начали с этого сегодня. Брат Коплан, это сильно. Это сильно. Да. И смотрите, что говорится здесь, Матфея 13 глава, снова, 31 стих. Я прочитаю это ещё раз. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своём, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Ты сказал кое-что во время перерыва. Меня поразило то, что когда оно вырастает, оно вырастает и становится. Оно начинается как самое маленькое, самого маленького семени, но оно вырастает, чтобы быть наибольшим из злаков. Это растение, которое становится деревом, и когда оно становится деревом, а оно начинает обеспечивать укрытие для птиц. Они прилетели и просто сделали гнёзда в нём, и оно стало тенью для животных, чтобы они приходили и наслаждались этим. Оно начало питать людей, так что оно вырастает и становится чем-то большим, чем можно было себе представить. Мы можем посмотреть и просто подумать о жизни Иосифа как о семени. Как о семени. Он был среди своих братьев, был благословением. Но потом его перенесли в поле. Да, его перенесли. И тогда он начал расти. Боже мой. Он стал управляющим раньше. Он никогда не управлял раньше. Он стал скотоводом. Это благословение начало... Он стал фермером тем, кто выращивает. Он стал управляющим финансов. Он управлял имением Патифара. Боже мой. Откуда он знал, как все это делать? Он стал этим. Семя в нем. Благословение в нем. Боже мой. Иосиф стал этим. Да. Билл, я вижу это. Видишь? И так каждый из нас. Из него что-то получилось не из-за образования колледжа или университета. Когда Господь послал меня учиться в университет Орла Робертса, Он сказал мне, я сражался со многими вещами. Я даже не знал, как слышать голос Господа тогда. Я едва попал туда, и я опоздал. Опоздал к началу учебного года. Но Он сказал мне, они не могут сделать из тебя служителей Евангелия. Но они могут подготовить тебя. Я уже сделал тебя служителем. «Теперь вырастай и становись тем, кем я уже провозгласил, кем ты являешься». Я увидел это. Я не понимал этого, но я увидел это. Потому что я уже был тем, кем Он сказал, кем я являюсь. И с этого все началось. Это маленькое семя. Почти ничто выросло в это целое служение. Но я был этим. Авраам был тем, кем Бог назвал его прежде, чем стал выглядеть так, звучать так, даже думать об этом. Но он уже был. И затем Авраам вырос и стал. Он все еще растет и становится. Боже мой! Когда мы получаем подготовку в церкви, когда мы рождаемся свыше, приходим в церковь, теперь церковь готовит нас и отправляет нас в поле. И теперь мы идем, возможно, мы приходим незаметно, но со временем мы растем и становимся самым большим влиянием в мире, в каждой сфере жизни. в образовании или в сфере бизнеса, в сфере искусства или сфера развлечений, церковь должна доминировать над каждой горой. Вот почему он сказал, что царства этого мира станут царством нашего Бога. «Слава Богу!» И брат Копланд, враг искушал Иисуса. И вот чем он искушал его. Посмотрите 4 главу Евангелия от Луки. Луки, 4 глава. Он сказал здесь кое-что. Он сказал Иисусу. И я начну читать с 5 стиха. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот что он пытается заставить его сделать. Он пытается заставить его пойти на компромисс. И его восхождение на вершину этой горы. Потому что если вы пойдете в чем-то на компромисс, чтобы достичь вершины, это будет контролировать вас на вершине. Вы должны понять, что он пытался дать Иисусу что-то, что Отец уже дал Иисусу. Да. Понимаете? Да. И если вы посмотрите в эти несколько стихов, в них есть три слова. Царство, власть и слава. Они все там. Прямо там. Если вы идете на компромисс, чтобы удержать что-то, вы в конце концов потеряете это. Брат Коппен, я прошел через это. Вы не можете идти на компромисс, поэтому вам лучше просто принять решение, что вы... Качество... Боже мой. Брат Коппен, я прочитаю сейчас это. Качество, входящего внутрь, определяет силу отдачи. Каждое семя имеет в себе свой собственный суд и свое собственное предназначение. Один из молодых людей в нашем отделе публикации написал это. Я подумал, Боже мой. Я не собираюсь упоминать его имя очень часто. Я сначала скажу, кто-то сказал мне. Но послушайте, семя уже имеет внутри себя свой суд, свое предназначение. И вы не вырастите больше, чем семя, которое вы посадили. Мы будем говорить о Данииле и трех еврейских юношах, которые не пошли на компромисс и получили повышение. Не имеет значения, что делает весь остальной мир. Все определяет то, что уже сделали небеса. Да. Боже мой. Отец, спасибо тебе за эту передачу сегодня. Слава Богу. Мы поднимаемся в вере, когда ты поднимаешься в нас. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Марка. Иисус проводил большую часть дня, если не весь день, уча своих учеников. Он учил их о том, что сеятель слово сеет. Он настолько углубился в детали, что сказано, что он объяснил все своим ученикам в тот день. Он просто высказал это им. Разве вы не хотели бы быть там? Боже мой, мы прямо в этом. Мы прямо в этом сейчас. Аминь. И послушайте, что он сказал. 30 стих, 4 глава Евангелия от Марка. И сказал, «Чему подобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится». Мы уже говорили об этом, но послушайте, вложите это в свой разум. «Это всходит». Сказано, что все Царство Божье подобно этому. Ваша вера подобно этому. Любовь Божья подобна этому. Совершенно верно. «Финансы важны в Царстве Божьем». Да, да, да. «Это всходит и становится больше». И таковыми многими притчами проповедовал им Слово. А ученикам наедине изъяснял все. «Вечером того дня...» 35 стих. «Вечером того дня...» То есть он провел весь день там с ними. Конечно, да. «Сказал им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. Представьте себя в той лодке. «И убоялись страхом великим». Там было нечто большее, чем обычный страх во время той бури. Я имею в виду, эти ребята были среди бурных вод раньше. Особенно Петр, как рыбак. И другие. Они провели всю свою жизнь на том озере. Они знали, что это такое. Но в этом было что-то особенное. Говорю вам, у них волосы встали дыбом. И они чрезвычайно боялись. Прямо там, в лодке с Иисусом. Что вы будете делать? Вся ваша пенсия и пенсионные вклады уменьшились в четыре раза. Или вообще превратились в ноль. И кажется, словно все перед вами вдруг рушится. «И вы не знаете, что делать. Вы готовы рвать на себе волосы. Ударила буря. И вы чрезвычайно напуганы. Что вы будете делать?» И Иисус сказал... Он поднялся и запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Мистер Билл, брат, доктор Уинстон. Иисус закончил свою работу. Он воссел одесную отца, доколе его враги не будут положены в подножие его ног. И сказал, «Вы идите». Разве это не то, что он делал прямо там? Конечно. Он лег спать на кормитой лодке. Он разъяснил им все и сказал, «Переправимся на ту сторону». Помоги мне выбраться из этого. Им нужно возрастать и становиться, верно? Они должны возрастать и становиться. Это часть того, как мы сможем изменить мир. Если мы не растем, мир не может быть изменен. Если мы не растем, мы не можем решить проблемы этого мира, нуждающиеся в решении. Поэтому мы не можем принести откровения сынов Божьих. И здесь сказано, «Переправимся на ту сторону». Он не сказал, «Переправимся на ту сторону, если погода будет хорошей». Я верю, что в своей молитве он видел, что враг, возможно, собирается принести бурю. Он увидел, что что-то должно произойти. Он лег спать, потому что я думаю, что вера — это всегда покой. Он проповедовал весь день. Человек устал и лег спать. И он переправился на ту сторону, и он переправился с ними и с другими маленькими лодками. Я слышал, что это происходит от слова «апостолос», что означает «адмирал», тот, который руководит другими кораблями. Но этот человек находится в главном корабле, и они переправляются к другому народу, чтобы колонизировать этот народ на основании той культуры, из которой они происходят. Вот в чём всё дело. Потому что он переправляется туда, на другую сторону, чтобы привести кое-что в порядок. Вот что он делает. И теперь, когда он переправляется, приходит великая буря, не просто буря. И эта великая буря направлена на то, чтобы потопить эту лодку. Но они, очевидно, не смотрят на Слово Божье, но смотрят теперь на обстоятельства. И вера пропала. И враг пытается отделить нас от нашей веры, потому что нужна вера, чтобы победить мир. И он знает, что если он сможет отделить нас от нашей веры, мы не сможем победить его. И не важно, как хорошо кто-то выглядит, он нападает не на вас. Он нападает на одно, на вашу веру. Он сказал раньше в тот день. Точно. Гонение приходит за Слово. Оно не пришло, чтобы научить вас чему-то. Оно пришло, чтобы остановить Слово. Точно. Ему нужно было остановить это. Но чтобы остановить бурю, они разбудили его. И затем сперва обвинили его. И иногда, когда вы движетесь в плане Божьем, другие люди не совсем понимают это. И иногда обвиняют вас. Билл, ничто, кроме Слова, не смогло остановить эту бурю. Это и есть финансовая помощь. Да. Это и есть разворот на 180 градусов. Прямо здесь. Это и есть исцеление. Это и есть освобождение. Прямо здесь. Говорю вам. О, Господь. Понимаете? Здесь очень много в этом небольшом отрывке. Итак, они разбудили его и спросили его, «Ты даже не заботишься о нас?» Он заботился о них, об их семьях, обо всех. Разве он не заботился? Он проснулся, даже не ответил им. Сначала он проговорил к ветру. Сначала он проговорил к тому, что в невидимом мире производило то, что вы могли видеть. Здорово. Затем он встал и обратился к тому, что вы можете видеть. Потом он повернулся к ним и сказал, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Я слышал, как ты учил об этом долгое время тому назад. Ты сказал, это подчинилось не ему, это подчинилось его вере. И враг пытался отделить их от их веры. Но давайте перестанем смотреть на это как на бурю. Мы знаем, что Бог не посылал её, потому что если Он послал её, Иисус не смог бы запретить ей. Это очень просто и понятно. Мы можем оставить это так, как есть. Так что буря была от врага. Вероятно, это та же буря, которую он поднимал во времена Иова. Это та же буря, которую он поднимал тогда, когда Павел плыл в Рим. Враг возбуждает это. Но я считаю, что это больше, чем буря. Я называю это системой погоды. Я убираю слово «погода» и называю это системой. Враг контролирует систему. Это пришло ко мне перед тем, как мы начали передачу. Незаслуженное проклятие не сбудется. Что-то стоит за этим. Что-то открывает дверь для этого. У дьявола недостаточно сил, чтобы принести это самому. Он не Бог, он даже не человек. Он ангел, который упал и был лишён своей власти. Он не мог провозгласить это сам. Так что он работает через кого-то. И они стоят за этой системой, поддерживая систему порядка, которая контролирует людей. Вот что мы должны сделать. Если вы собираетесь войти в дом сильного, вы сначала должны связать сильного. И тогда вы сможете захватить его имущество. И Иисус направляется в дом сильного, а они даже не знали об этом. Он направлялся к этому человеку, который был одержим бесами. Сатана использовал этого человека, полного беса, чтобы контролировать всю территорию. Я слышал, как ты проповедовал об этом ранее. Это сильно. И он должен был добраться до этого человека. И он остановил бурю. Он сначала запретил. Система пыталась остановить его, но не смогла остановить его. Затем он переправился на другую сторону. И тут этот человек приближается к нему. Крича. Эти бесы кричали в этом человеке. Не прогоняй нас с этой территории. Они контролировали всю область. Так что демоны распределены по территориям. Но если вы собираетесь контролировать территорию, а мы должны её контролировать, потому что всякое место, на которое станут наши ноги, мы должны управлять им. Мы должны управлять им. Это церковь. Мы — проявление сынов Божьих. Аллилуйя. Кто же сей, что ветер и море повинуются ему? Он — такой же человек, как и вы, и я в Евангелии. Сказано, что мы родились от Его Духа. Он есть у нас внутри. Говорю вам, то, что Он делал в этой Библии, Он сказал, что и мы тоже будем делать. Мы должны подняться. Нам нужно перестать думать, как обычные люди. Мы больше не обычные люди. Плоть и кровь — это не всё. Мы — Дух. Я верю в то, что Он говорит в 24 стихе. в 113-го псалма. Небо — небо для Господа, а землю Он отдал Сынам Человеческим. Он хочет, чтобы мы приняли владение над всем этим местом. Да. Это не просто владение, когда вам принадлежат несколько зданий, и так далее. Это владычество над каждой проблемой в этом. Над всем. подчиняйте это и исправляйте это. Вот что говорил Иисус. Да. Почему вы не решили проблему? Исправьте это прямо там, где вы находитесь. Прямо посреди той бури. Брат Копот. Мой друг, епископ на Гаити, у них было дерево в городе, искривлённое. Знаешь, я не знаю, переплетённое, и корневая система вся запутанная, и оно выглядело странно. Я думаю, что все те люди, которые занимались колдовством, они использовали это дерево как место контакта. Он пришёл туда однажды, и ему надоело это. и он указал на это дерево и проклял его, приказал ему умереть. Примерно через три дня дерево упало. Они слышали, что он что-то сделал, и арестовали его. Это факт. Мне кажется, он провёл два с половиной дня там, прежде чем они узнали, что он никогда не касался дерева. Он просто проговорил к нему, и они его выпустили. Проявление сынов Божьих. Что это за человек? Брат Копплант, я шёл по улице, и это было тогда, когда мы только переехали в Чикаго. Мы начали там служение. Я шёл на встречу с другом. Я был просто полон Святого Духа. Шёл там, молясь в Духе, прямо в центре города. Я был в деловом районе, шёл по тротуару, и я заметил большую суматоху на другой стороне улицы. Я сказал, что это? Я посмотрел туда, и там был человек, похожий на бездомного. Он бросался на людей и был безумен. Казалось, что он сошёл с ума. И что-то проговорило ко мне и сказала, подойди туда к нему. «Брат Коплант, я подумал, что мне послышалось, и я продолжил идти, думая о своём. Я услышал. Подойди туда к нему». Я услышал это очень отчётливо. Я обернулся и посмотрел назад. И за мной шёл джентльмен, примерно в десяти шагах позади меня, глядя на меня так, словно он услышал это. «Что ты собираешься делать?» Я знаю, что он этого не слышал, но выглядело всё именно так. Говорю тебе, обличение сошло на меня. Я сказал, «Хорошо, я перейду улицу». Я перешёл улицу, улица Лассаль, центр Чикаго, и когда я дошёл до середины улицы, что-то взорвалось внутри меня. Просто взорвалось. «Брат Коплант, я понимаю, как чувствовал себя Давид рядом с Голиафом. Я понимаю, что чувствовал Даниил во рву со львами. Что-то взорвалось внутри меня, и весь страх ушёл. И я почувствовал, словно был ростом с 30 метров. Я перешёл на тот тротуар и подошёл к нему сзади. Я вышел на тротуар, и он был в пяти или десяти шагах впереди от меня. И когда я взошёл на тротуар и повернулся к нему, казалось, словно бесы в нём увидели меня, и он повернулся вот так и остановился в таком положении. На вид, брат Коплант, это был довольно крупный мужчина. Обычно я бы замедлился или сбился с шага, или ещё что-то. Но у меня не было никакого страха. И когда я приблизился, его плечи начали опускаться. Он замедлил шаг. И люди вокруг просто смотрели, что-то должно произойти здесь. Это был полдень. Полдень в деловом районе в центре Чикаго. И чем ближе я подходил к нему, тем больше он сутулился. И я положил руку на его плечо. Я спросил, «Брат, в чём твоя проблема?» «Они украли мои сигареты». Я сказал, «Пойдём, пойдём со мной». Я пошёл с ним и говорю вам, «Он принял Иисуса Господом и Спасителем». Я просто говорю вам, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему? Повинуются Его голосу. Проявление сынов Божьих. Вот как это сильно, брат Копл. Да. Мы посажены намного выше начальств и властей. И нам необходимо иметь такое сознание. Да. Понимаешь? Посажены с ним. Боже мой. Не сказано, «Разрешил сесть с ним». Сказано, «Посадил с ним». Бог не разбирался с этим после того, как сделал это. Мне нравится, что ты сказал. Ты рассказал историю, кажется, это был ты. И этот маленький мальчик был в воскресной школе в церкви со своей мамой. И он продолжал становиться на скамейку. Он был маленьким мальчиком, и он продолжал становиться на неё. Она сказала, «Джонни, сядь». И он снова встал. «Джонни, я сказал тебе, сядь». Он сел. Затем он снова встал. Она шлёпнула его по ноге. Шлёпнула на него. Я сказал тебе, «Сесть». Он сел и начал дуться. Я сижу внутри. Но я стою снаружи. Да. Ты можешь запретить мне стоять внутри. Но внутри я стою. Ты можешь заставить меня сидеть внешне. Но внутри я стою. Это то, что он сказал. Слава Богу. Вот, Дима, нам нужно разбираться с этим. Боже мой. У нас нет времени. Сейчас не время браться за это и бросать. Потому что это время жить или умирать. Мы должны делать это. Мир ожидает этого. Мир ожидает откровения сынов Божьих. И те, кто знают своего Бога, будут сильны. И будут совершать великое во имя Его. Аллилуйя. Вот, что произошло с тобой в тот день. Тебе не нужно было идти и делать это. Все, что ты должен был делать, это быть послушным. Слушаться. Выполнение этого уже было там. Он проявил себя. Это чудесно. Аллилуйя. Восьмая глава послания к римлянам. Девятнадцатый стих. Римлянам 8, 19. «Ибо тварь с надеждою ожидает». Тварили. Творение, верно? Да, это верно. Речь идет о естественном творении, в котором мы живем. Все это творение, экономика, вся неразбериха, происходящее вокруг нас, все, что Бог сотворил, усиленно ожидает, надеется, надеется на проявление сынов Божьих. Даже если они не знают, чего они ищут, это то, чего они ищут. И мне очень нужно получить это. Мне очень нужно вытащить это из тебя. Пустите меня на поле, тренер. Я хочу это услышать. «И все творение так усиленно ожидает и надеется на проявление сынов Божьих потому, что сыны Божьи носители благословения, которое является ответом на все то плохое, что происходит». Помнишь Исаака, когда был голод? в 26 главе Бытия. И Исаак собирался поступить так, как поступил его отец, когда был голод. Он собирался пойти в Египет, и Господь явился ему и сказал, «Нет, нет, 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 не ходи туда, оставайся тут». Почему? Бог использовал Исаака, чтобы остановить этот голод. Бог нуждался в нем. Он был единственным ответом, который был у тех людей. И это прообраз церкви, Брат Копланд. Абсолютно верно. Понимаете? Иногда, если вы берете это и читаете эти места Писания и затем переворачиваете это, потому что я помню однажды, когда ты проповедовал о благословении, и мы были в книге Бытия, и ты говорил о том, каким сильным было то проклятие, но затем ты сказал, «Почему бы вам не перевернуть это?» И тогда у вас будет представление о том, каким сильным является благословение. Я говорю вот о чем. Посмотрите, как многое прошло через одного этого человека. Понимаешь, что я говорю? То же самое и на этом берегу. Когда Иисус и ученики были в этой лодке, переправляясь на другую сторону, в 4 главе, Евангелие от Марка, произошло следующее. Началась буря. Они должны были сделать что-то с этим. Иисус пал на возглаве. Они разбудили Его. Он запретил буря, сказал морю, «Утихни, перестань». И сделалось великое спокойствие. Он посмотрел на них и сказал, «Подождите минутку. Как получилось, что у вас нет веры?» Я не понимаю это. Вам не нужно было будить меня для этого. И тогда они сказали, «Кто же сень?» Что и ветер, и море повинуется Ему. Затем он добрался до другого берега, и там был одержимый полный бесов, которого сатана использовал для того, чтобы контролировать побережье. Переверните это. Должен быть верующий, которого Бог использует для того, чтобы убрать гриб из всей той области. О, да, я вижу это. Я понимаю, о чем ты говоришь. Благословение Господне намного больше, чем проклятие. Боже мой! Вот о чем я говорю. Знаешь, что я сейчас понял? Я никогда не думал об этом за 40 лет, которые я провел в служении. Они не только были учениками Иисуса, это семя Авраамова в той лодке. У них было столько же власти, сколько и у Иосифа. У них было столько же власти, сколько и у Исака. У них было столько же власти, сколько и у Даниила. У них было столько же власти, сколько и у Моисея. У них было столько же власти, благодаря завету с Авраамом. Но они ничего не знали об этом. Боже мой! Они должны были знать, кто этот человек. Это человек семя Авраама. Вот кто этот человек. Вот почему он действовал именно так. Да. Но я говорю, если бы они просто перевернули это и увидели, как Бог мог использовать всего одного человека, чтобы не дать гриппу прийти в весь тот регион, он мог сделать это. Он мог сделать это. Совершенно верно, Билл. Должно прийти понимание того, что наша новая природа, которая пришла через рождение свыше, так сильна. Внутри вас достаточно силы, если вы знаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя. Говорю вам, всякий без гриппа на этой земле просто поднимется и убежит от вас, если вы знаете, кто вы во Христе Иисусе. Именно так. Если вы не знаете, тогда вы будете чихать и сморкаться вместе со всеми остальными. Я называю это типа мышления Царства Божьего. Я помню, как в конце 60-х я проповедовал в Южном Техасе. И отец брата Хилтона Сатана был пастором в той церкви. И я проповедовал у отца Сатана. Я приехал туда, и он сказал, брат Копланд, говорю вам, мы не сможем пообещать вам и 50 долларов, даже если вы останетесь на месяц. Я спросил, разве ему что-то говорили про 50 долларов? Он ответил, нет. Я сказал, тогда забудьте об этом. Но я узнал, что в том районе свирепствовала эпидемия гриппа. Я понял. И это было во время сильного азиатского гриппа. Знаете, я никогда не слышал о небесном гриппе или ангельском гриппе. Это птицы, свиньи, еще что-то. И вот он сказал, говорю вам, брат Копланд, почти вся моя церковь заболела гриппом. И первое, что мы сделали, мы взяли бутылочку с елеем и направились к людям. Да. И говорю вам, там был только один человек, который не поднялся при этом. И он не собирался поступать согласно этому. И ему потребовались пара сложных недель, прежде, чем он, наконец, сделал это. Да. Но все остальные, вы просто помазывали их елеем, они говорили, да, слава Богу, вставали из постели и приходили. Приходили на собрание. Я тогда не знал того, что я начинаю понимать больше и больше сейчас. И не нужно сейчас хвататься за пульт от телевизора, потому что я собираюсь кое-что сказать. Я не хочу, чтобы вы переключали на другой канал. Нам нужен Иисус. Он восполняет все наши нужды по своему богатству в славе. Билл. Иисус нуждается в нас. Боже мой. Послушайте, я говорил вам, что я собираюсь сказать что-то неприятное, если вы не слушаете меня. Мы восполняем все его нужды по его богатству в славе. Это, конечно же, не так все религиозно. И многие люди поперхнулись прямо сейчас. Но мне не важно, если вы это сделали. Пойдите к Слову Божьему и сами проверьте это. Мы являемся его полнотой. Ничто не происходит на этой земле. Он не просто приходит, пританцовывая куда-то и говорит, смотрите сюда. Нет. Он использует мужчин и женщин Божьих. Благословение Господне, силы Святого Духа, дары Духа. Все это есть в церкви. Боже мой. Могу ли я сказать, что церковь самая сильная за неимением других слов учреждению в мире? Да. Смотрите. Во все времена. Во все времена. И у меня есть место Писания, чтобы подтвердить это. И всегда будет. Да. Верно. Иисус сказал это. Если мы — часть Него... Я сильно забегаю вперед, брат Коплан, так что удерживай меня на месте. Нет, я дам тебе свободу. Но если мы — часть Него, Он не делал различий между головой и телом. Ничуть. И Он — часть Троицы. Тогда кем это делает нас? Я просто сейчас спрашиваю. Писание говорит, что мы полны. В Нем. У нас есть полнота в Нем. Билл это врезалось в меня однажды, как товарный поезд. Есть Троица, состоящая из Отца, Сына и Святого Духа. Послушайте. Есть человек в этой Троице. Да, конечно. Рожденный свыше воскресший человек. Да. Человек. В Троице. Иисус. И мы — кость от кости Его, плоть от плоти Его. Мы — один Дух с Ним, посажены с Ним. Где? На небесах. На небесах. А это где? В Троице. Брат Копланд. Кто-то однажды набросился на меня. Он был серьезно настроен. Да. Кеннед Копланд. Ты просто превозносишь себя, делая себя равным Богу. Я сказал, нет, я не делал этого. Бог сделал это. Он посадил меня в Нем. Он посадил меня с Ним. Боже мой. Он не просто позволил мне сесть. Он посадил меня вместе с Ним на небесах. Ты просто стягиваешь Бога на свой уровень. Я сказал, нет, я этого тоже не делал. Он сошел сюда по своей собственной воле. Это Евангелие. Это то, к чему Бог стремился все время, Билл. Боже мой. Брат Копланд. Это благодаря откровению. Да. И люди, у которых нет откровения об этом, борются с теми, у кого оно есть. И мы не ходим в этом, имея такое заносчивое отношение. Вам нужно смирить себя к этому. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он не почитал хищением быть равным Богу. Он не чувствовал, словно обкрадывает Бога, говоря, я и мой Отец. Мне нужно было переступить через представление о том, словно я крал от праведности и божественности Иисуса, чтобы называться сонаследником с Ним. Понимаете? Я не краду у Него. Но я смирил себя к этому. И мне по-прежнему необходимо постоянно это делать. Я просыпаюсь иногда утром, чувствуя свой собственный запах. Боже мой, как долго, Бог! Просто... Просто замолчи и вернись назад. На престол благодати. Где тебе и место. Аминь. Давай посмотрим на то, что Бог думает о таком образе мышления, когда мы не принимаем то, что Он сказал о нас. Это в 10 главе книги Экклезиаста. Давай на минутку посмотрим это. Экклезиаста, 10 глава. И посмотрите, что Он говорит здесь, в 5 стихе 10 главы Экклезиаста. Одну минутку, одну минутку. Хорошо, 5 стих. Хорошо, продолжай. Он сказал, «Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих по дом на рабам, пешком». Вот что Он здесь говорит. Именно это Он и говорит. Вы не занимайте ваше место. Те люди, которые не должны были быть на том месте, заняли ваше место, и затем вы оказались здесь, внизу. На этом месте. Это зло. Это нечестивое мышление. Вы должны были прийти в это место, если бы вы судили свои собственные мысли. Вы рожденный свыше, омытый кровью Иисуса верующий. Слава Богу! Вы были сделаны праведностью Божьей в Нем, и затем вы начинаете спорить с такими вещами. Божьим образом. И вам придется судить ваши мысли, как оскорбление для крови и Христа Иисуса. Совершенно верно. Если грех больше благодати Божьей. Да. Это не так. Я проповедовал однажды, я проповедовал об этом. Говорю тебе, я сказал, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Преизобиловало намного больше. Намного больше. И он сказал, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать. И в расширенном переводе Библии сказано, как цари на этой земле. Билл, это одна из первых вещей, которые я узнал более 44 лет назад. Я начал проповедовать об этом. С меня чуть кожу не сняли за это. Но с течением лет я по-прежнему должен повиноваться этому месту Писания, послании к филиппийцам, где сказано, «Вас должны быть те же чувствования». Вы должны впустить это. Вам нужно обновить ваш разум к этому. Ваша плоть возьмет над вами верх, если вы не сделаете этого. Но вы должны последовательно, постоянно подчинять и смирять свои мысли и свои слова и свою жизнь под сильную руку Божью. И вы подчиняетесь тому факту, что я чадо Божье. И пришло время для меня быть проявлением чада Божьего, а не чада дьявола. Бог способен дать изобилие всей благодати для вас, но там сказано только, что он способен. Совершенно верно. Как вам принять от него это? Совершенно верно. В пятой главе первого послания Петра сказано, «Смиритесь под крепкую руку Божью, и Бог же всякой благодати утвердит вас, укрепит вас». В книге Михея я собираюсь прочесть одну вещь. Михея, 4 глава, 9 стих. «Для чего же ты ныне так громко вопиёшь? Разве нет у тебя царя?» Билл Уинстон, где ты это нашёл? Это в 4 главе, Михея. Прочитай это снова. В 9 стихе. «Для чего же ты ныне так громко вопиёшь? Разве нет у тебя царя?» Брат Коплан, вот против чего враг выступал в Иосифе. Он принял это благословение. Он принял то, каким Бог видел, что он будет. Враг хотел вытрясти это из его жизни навсегда. И поэтому я проповедовал об этом. «Разве нет у тебя царя?» «Боже мой!» «Боже мой!» Это Михея, 4,9. 4,9. Вот оно, прямо там. «Разве нет в тебе царя?» «Почему ты так громко кричишь?» «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога. А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Если бы я прочёл ещё три стиха, там сказано «Разве нет у тебя царя?» «Да, дружище, скажу тебе». Подумайте об этом. Это такси. Что убежало им? Что не дало им войти в Ханаан? Это был образ мышления саранчи. В них не было царя. Саранча — это то, что удержало их. Это то, что удержало их. Образ. И это то, что удерживает церковь от многих вещей, которые у Бога есть для нас. Один человек заставил Израиль прятаться в окопах. Совершенно верно. Против всей армии. Совершенно верно. Один человек сдерживал их там, просто стоя и выкрикивая и говоря об этом. И один маленький мальчик. У которого был образ царя. Да, у него был. О, Господь. И это каждый из нас. Из-за Голиафа он стал царем. Точно. Победа над этим великаном. Именно. Победа. Да. Вот почему Бог призывает нас встретиться лицом к лицу с экономическим великаном, великаном гриппа, великаном болезни, великаном рака. Совсем. С благословением Господа, которое внутри нас. Аминь. И это не основывается на том, с чем мы столкнулись. Это основано на том, что Иисус сделал на Голгофе и в воскресении из мертвых. Посмотрите теперь вторую главу книги Иоиля. Потому что мы читали это. И иногда нам нужно было возвращаться сюда и читать первую часть этого. Потому что мы читали во второй главе Иоиля. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». И мы все знаем это. Но первая часть – это то, что Он говорит о церкви. И есть несколько вещей, которые Он сказал об этом. Посмотрите на первый стих. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на Святой горе Моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Он говорит о втором пришествии. Так что это обращено к верующим. «День тьмы и мрака, день облачный» и так далее. Посмотрите сюда. Он говорит в 4 стихе. «Вид его как вид коней». Уникальная сила. «И скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц». Посмотрите ниже, 7 стих. «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену. И каждый идет своей дорогой, и не сбивается с путей своих». Смотрите следующий стих. «Не давят друг друга, каждый идет своей стезерень, и падают на копья, но остаются невредимыми». Слава Богу вовеки. «Вложите это в ваш дух». Да. Да. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». «День тьмы и мрака». Да. «День облачный и туманный», «как утренняя заря распространяется по горам». «Если это не мы, я не знаю, что происходит вокруг нас». Да. «Народ многочисленный и сильный». Да. «Какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». «Нет ничего подобного церкви». «Ничего подобного церкви». «Брат Клопон, мы намного выше начальц и властей». И иногда мы говорим, «Ну, церковь отделена от государства». Кто-то заставляет думать таким образом, что церковь тут внизу, что мы пытаемся сражаться с людьми, которые пытаются сделать что-то из государства, и так далее. Мы настолько выше этого, что мы можем провозглашать некоторые вещи. Да. Вот что я говорю. Это была стратегия врага, попытаться стащить нас вниз, чтобы заставить нас действовать где-то на уровне обычного человека. И это была его стратегия всё время. «Если он сможет работать с обеих сторон, если он может принести ссору и непрощение в нас, тогда он может заставить нас думать как обычных людей». «Именно». «Вот это здесь, да». «Именно». «Это интересно». «Да». «Видишь?» «Видно, к чему он стремится». «Именно». «Потому что дьявол не может контролировать церковь». Но посмотрите на это. Иисус задал вопрос своим ученикам, когда он говорил с Петром о деньгах на налоги. Он сказал, «Кого цари земные?» Он говорит о царских личностях. Он продолжает стараться нарисовать картину, которую Иосиф нарисовал внутри себя и которую враг пытался вытрясти из него, и не смог это сделать. Иосиф поднялся и управлял миром. Да, он это делал. Да, он это делал. И он оказал вечное влияние на Израиль. «Вечное?» «Боже мой!» «Разве нет тебе царя?» «То, что он сделал, повлияло на Египет на много-много поколений после того, как он умер и сошел со сцены». «Совершенно верно». «То, что он сделал, все еще влияло на Египет до последних пятидесяти лет». «Точно». «Когда они забыли об Иосифе». «Да». «И когда они забыли об Иосифе, и они начали вести себя так, как они себя вели. Бог вывел их оттуда». «Вывел их оттуда». «И поднял Моисея». «Разве нет в тебе царя?» «Разве нет в тебе царя?» «Как сказано в оригинальном переводе?» «Если вы знаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя, тогда Царь есть вас». И вот что должно произойти. «Царь должен выйти наружу, а слуга должен уйти». «Слава Богу!» «Как сделать те слова, которые вошли в вас за эти несколько минут, которые мы были в эфире?» «Как вам сделать их своими собственными?» «Как через чтение книг и чтение вашей Библии?» «Как вам усвоить эту пищу в вашем духе?» «Так, как усваивается физическая пища, когда она попадает в ваш рот и становится частью вашего тела». «Как вам это сделать?» «Это прямо здесь». «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, или отвечай им ему». «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это связано. Он сказал, что вы должны отвечать на это. Но как вам это делать? «Вы сеете что-то». «Сеющий в плоть, свою от плоть и пожнет ленье». «А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». «Зоя» — это греческое слово, которое означает «жизнь Божью». И я делаю это постоянно. Я делаю это уже много лет. Много лет, когда я получаю что-то от Господа. Я немедленно сею в отношении этого и получаю это. Это усваивающая часть духа, принимающая слово Божье. И это слово, которое вошло внутрь, затем становится моим. И оно начинает работать во мне и работать во мне, вместо того, чтобы просто войти туда и быть заглушенным чем-то, как Иисус говорил об этом в 4 главе Евангелия от Марка. Именно поэтому пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Отец, открывай сейчас людям, как они могут финансово участвовать в этом служении, и как посеять в это. Открываем, что они должны делать, и как они должны это делать. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваше пожертвование остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Поэтому, когда вы делаете это, делайте это согласно тому, что Бог говорит вам об этом. Он даст вам знать, что делать с этим. Он даст вам знать, когда делать это. Он будет работать прямо там, в вашем регионе. Оно не уходит Соединенные Штаты, оно остается там, в вашем регионе. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте, kcm.org.ua. Если вы хотите получить дополнительную информацию, а также заказать наши книги, Воспользуйтесь адресом, который вы видите на экране. И обязательно посетите наш сайт в интернете. Спасибо тебе, Билл. Пусть Бог благословит тебя, Аллилуйя. До следующей встречи. И помните, Иисус Господь!